первое видео друзья дома пока я только проснулся и это жопа потому что я все не могу выспаться я вот и встаю и опять ложу все болит все ломит у меня такой бардак потому что вчера разобирал проверял не вскрыли ли мою сумку ничего ли там не забрали еще нам надо заняться визой потому что мне пришло сообщение что мой мотоцикл уже отправлен в нью-йорк соответственно уже контейнер загружен и чем быстрее придется он тем быстрее нам и лучше потому что мы успеем до холодов уехать с европы ну по крайней мере северная европа с литвы так что сейчас будем заниматься тем что подготовка будут новым путешествию сделаем ряд некоторых видео удобно для путешественников то есть это топ-10 приложение будет для путешествий которым я лично пользуюсь рекомендую топ мотоциклов для путешествий ну и естественно покажу немножко свой быт надо немного поднастроить подремонтировать свой дом погнали у меня есть друзья мое любимое блюдо и это блины блины с мясом и обязательно это мясо лучше бы макалась и как шкварчит есть такое русское слово или это белорусское так сейчас делаем вкусняшку друзья скручиваем блинчики а теперь набираем холестерина в организм и кушаем так я преобразился немного у нас огромная генеральная уборка все по дому делать много времени все-таки стоял у меня папа каждый день находится дом потому что это делает но вы летать собирается все вычищается выкидывать уже столько пакетов мусора его друзья вопрос вам вы любите всякие собирать ништячки которые кажется вам еще пригодятся лучше выкидывайте освободите пространство для нового так баня баня сегодня дождик сейчас будем топиться так кто не видел посмотрит мою баньку это такой здесь полок так здесь мы видим почти видим вот такой котел важно здесь у меня душик надо еще лампочки конечно доделывать здесь тоже так и уже подкосились полки ну это мелочи все легкий быстрый способ поджечь ищем только легкие пути друзья что подумал про то что сейчас находимся в белоруссии хоть я даже сейчас и в майке но на самом деле градусов 10 а где-то сейчас жара под 40 градусов например как в неваде забавная тема этот наш мир лучше теперь по не знаю посады пуске по белорусски интересные традиции все же у нас и это очень не хватает на самом деле за границы когда вот смотрите сейчас на данный момент я жду свой гостей что мой друг миша или что-то там готовит и мы когда-то даже в последний раз в этом уже видели видео когда нас позвал американец и мы на бывшего кофейни мы логотип logo вот и когда нас пригласил американец мы ему объясняли что у нас очень часто мы не идем в кафе мы именно встречаемся дома и вот это такая традиция которая реально есть именно у нас нашего общества что встречаться дома собирать компанию идти там баню если нету баню то просто там на кухне посиделки и я помню это самого детства на самом деле это прикольно что ты готовишь ты устаешь от этого и вроде кажется ну зачем это мне надо но все равно ты это делаешь постоянно сковородка главное нормальных людей есть махалка у нас есть сковородка новый день новые приключения сегодня едем в минск подаваться на визу все же белая зараза это говорит о том что холодно кстати сейчас сентябрь и почему-то реально очень холодно белоруссия а вы помните игорь вы это такой канал парень которым мы ехали вместе по южной америке мы были с ним встречались как и больно сарисе так и одели вместе на водопад и глазу вы можете этому увидеть эти это самый большой водопад в мире который я посетил и вообще во всем мире повторюсь мы с ним также встретились в чили и мы путешествовали с ним автостопа по чили доехали до перу но перу мы уже немножко использовали автобусы вот и говорю классный чувак у него есть свой канал заходите под видео ставлю ссылочку посмотрите поддержите он сейчас в новом путешествии если вам нравится автостоп то это к нему он человек уже с опытом и много прокатал на автостопе ну кстати сейчас с ним переписываемся сейчас на данный момент белоруссии довольно пасмурно вообще сейчас конец сентября и довольно холодно по сравнению с тем как обычно было крайне мере лето я уже здесь не видел как три года и мы сейчас смотрим в интернете где же самое солнечное время и самый солнечный город в мире и мне кажется что это какой-нибудь сахара пустыне не аризона и аризона это не невада аризоне может быть полегче ну так представьте америка самая солнечная и самая солнечная солнечная страна белоруссия вообще на данный момент по статистике все штука два с половиной месяца все лишь солнце со стороны паспорт на память вот так вот вот чем мы занимаемся когда едем а чем занимаешься ты едешь на машине что друзья поддался я на визу на шенген уже потом расскажу что как после того получу или ты специально камеру держишь чтобы она была кривая да мне кажется красивее нет забудь это центр вселенной как батька сказал давайте сделаем минск центром сша а а а а а а а а здорова привет сейчас домой попасть людей привет приехал вещи показать что происходит с кипом через 30 тысяч километров и полгода путешествия в целом то все здорово но он еще функционирует это так это сам это самое крутое то что ну как бы веке в целом хорошему больше всего нравится то что каждый замочек каждая застежка она не сломалась все работает застегивается вот это вот прям учитывая что только с этой курткой не делал а начался без подстежки да она без подстежки Саня максимально тоже жестоких условий эксплуатировал наверное я на ней спал вместо коврика ее никогда использовал она сколько раз плавала со мной в реках топилась все работает все застежки магниты магниты на самом деле удобно не надо представиться на самом деле не так просто потому что я всю дорогу ехал и думал могу я себя назвать путешественником или мото путешественником ну вообще меня зовут Саша Лазарь вот я в этом году совершил путешествие на Чукотку он катался полгода у меня почти это заняло 5 месяцев 30 тысяч километров но там не столько в расстоянии были проблемы сколько просто сложности дорог потому что Чукотка такой очень далекий край и скажем не хожен и не ежен и вот до сих пор из узких людей там в целом то никто не ездил была попытка двух французов проезжать у них получилось но как бы они там на грузовичках катались больше в самые сложные участки и узнал что еще правда поляки туда доезжали но они как бы грубкой ехали вот а в одиночку вот хотел доехать проехать Чукотку получилось то есть получается первый человек который самостоятельно приехал то есть не использует там какого-то транспорта доехал до самого знака Чукотка да да так можно сказать а как вообще пришла такая вот идея откуда да то есть взялась такая идея в голове поехать вот такое сложное путешествие все очень просто я на самом деле несколько лет готовился к кругосветке хотел поехать в кругосветное путешествие но потом чем ближе к дате выезда тем больше меня что-то начали напрягать именно бюрократические вещи визы, корнеты, таможни ты решил поехать к медведям и тогда я решил что попробую-ка я пойти по пути наименьшего сопротивления то есть я постарался выбрать на карте самую дальнюю точку куда можно без лишней бумажной именно волокиты доехать Россия огромная, Чукотка далеко до Чукотки там ехать в одну сторону тысяч 15 километров ни визы, ничего не надо просто сел на мотик, поехал вот и долго и приключением получил то что хотел ну там я видел в твоих фотографиях то есть ты использовал тракторную шину для передвижения и себя и вещей и мотоцикла тренировался я здесь в Беларуси либо сразу сел и поехал где вообще набирался опыта эта идея в голову пришла так довольно спонтанно ну я знаю что на Чукотке реки там сложность была в том что по Чукотке сильно ты не ездил никто и в целом непонятно что из себя представляет дорога то есть ты сидишь дома и думаешь блин ну может быть у меня возникнут эти трудности наверное надо взять это а может эти и короче ты не знаешь просто к чему готовиться но насчет рек я знал точно что они там будут ну и сидишь думаешь как реки можно переплывать ну надо на чем-то плыть лодка думаю ну блин лодки большие какие-то тяжелые думаю о точно мы с детства по речкам плавали на этих камерах все довольно просто да ну да думаю она здоровая мотик должна выдерживать времени до отъезда уже оставалось мало и я только за два дня до отъезда накачал камеру на Минском море просто спустил мотик ну положил на камеру убедился что она выдерживает мотик и все на этом собственно говоря тренировки закончились там уже дотренируюсь да ну там сложности возникали очень вообще по километражу то есть в день у тебя был какой-то план проехать например вот то есть доехать до Чукотки там за какой-то за месяц то есть за полтора либо ты ехал то есть сколько проедешь сколько проедешь я на Чукотку старался приехать в сезон потому что там очень короткое лето да 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 ну там очень короткое лето если ты приезжаешь рано весной ну рано весной это начало июня допустим там то в реках еще очень высокая вода там просто все затоплено грязище плохо если приехал позже допустим там где-то в конце июля у них уже может начинать выпадать снег где-то ну прям дон еще не будет лежать но будет выпадать будет холодно поэтому старался приехать вот именно в сезон я вот видел да то есть там практически на многих фотографиях снег да то есть хотя там с лета да то есть у них снег сам организм как себя ведет в таких условиях то есть так как ну обычно обычный человек да то есть вот переход там с лета на осень все сразу заболевает были ли болезни да то есть если были там как вообще лечил себя в дороге нормально но когда едешь в какой-то экстремальной ситуации организм такой боевой режим включается и в целом вот даже там за предыдущие путешествие да ну как-то ну не болеешь не знаю не болел хотя там было что днями из этой холодной воды не вылазишь там когда мотик перетаскиваешь или просто холодно но такой мобилизация наверное внутренние организма и в целом то не болеешь ну а начевал где палатку разбивал да то есть и в спальнике либо где-то останавливался то есть какие-то пунктах еще были люди оно ну тут просто две части как бы путешествия это скажем цивилизованная часть куда я там ехал до магадана скажем так то есть это дорога цивилизация регулярно города попадаются там спишь в палатке если есть байкпосты или какая кто-то из знакомой байкерни рад принять ну блин конечно в гости заглянешь если нет то как правило палатка ну уже в крайних случаях если уже сильно устал там в палатках или уже вымок ну иногда можно на гостишку раскошелиться но это так в порядке исключения а на север когда приезжаешь на Чукотке ну там просто у людей сильно не поостанавливаешься потому что их как таковых нету то есть там вас город, два города, три города и между ними расстояние которое там приезжаете за неделю полторы допустим то есть но окей да 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 не было ли тебе вообще страшно то есть вот ты едешь например 400-500 км сломался например вдруг ну куда 200 км «идти пешком» либо туда либо туда то есть было ли вообще страх внутри когда ты ехал в этом путешествии? Конечно, страшно было. Я же нормальный человек. Если бы я совсем был отмороженный, тогда, конечно, ну, и что там? Стремно, ну, просто как бы со страхом-то нужно работать. Ну, блин, стрёмно, конечно, что мотоцикл сломается, но чего делать? Едешь, мод выдерживал. Ну да, были частенько такие мысли, что вот едешь и понимаешь, что если сейчас что-то случится, ну, допустим, не мотоцикл сломается, вот какая-то переправа у меня не удастся, и я утоплю просто мотоцикл в реке, то, ну, ближайшие люди там 200 километров туда, 200 туда. И едешь такой и считаешь, блин, сколько это, за сколько дней я 200 километров пройду, если что, хватит у меня еды, и смогу ли я выбраться? Вот, блин, поэтому, конечно, стрёмно делать. А скажи, какие вообще, например, ночевал не кто там, из зверей не переходил, да, то есть и каких вообще по пути встречал зверей, которых, может быть, у нас нет? Вот, ночевки это было одно из самых стрёмных, потому что по дороге видел очень много медведей, и, блин, ну как много, я не знаю, там, за всё, наверное, вот эту Чукотку, я видел медведей штук 15. Белых или бурых? Белые, они на побережье посевернее, бурые мишки, вот. Ну, и видел я их штук 15, это при том, что ты как бы едешь, ну, блин, ты на дорогу смотришь, там сильно по сторонам не, ну, не всегда есть время смотреть. Это уже там, если я встал на стояночку, ладно, можно где-то отдохнуть, поосматриваться. А так едешь, смотришь вперёд, и то краем глаза где-то рядышком с дорогой замечаешь медведей. То есть я их видел штук 15. Сколько медведей видела и слышала меня, мне было стрёмно это представлять, потому что, ну, на Моте Примоток стоит, Мот явно там в этих горах слышно издали, я представлял, как там медведь, горы на меня смотрят и ждут. Ну, где этот чувак-то остановится, может, ему в гости вечерком зайти. У сны будет Саша, да. То есть там такая ситуация, ну, как бы ты ставишь эту палатку, и думаешь, так, вот сейчас пойду спать, да. Ну, медведи-то, они в округе по-любому где-то есть, меня явно слышали. Если они в гости придут, ты думаешь, ну, с тебя лапает поп. На какую ель забраться, побыстрее будет. А там нету ели вообще. То есть там просто голое пространство, ну, как бы ничего, они тебя издалека видят издалека. А что вообще вот кушал, да, то есть бывало такое, что ты, например, какие-нибудь там наглушки или что-нибудь наподобие ел так, чтобы, может быть, где-то не хватало еды, жарил что-то, ловил что-то. Ну, рыбу временами ловил, но, на самом деле, с едой я всегда нормально запасаемся. То есть я представляю, что мне, ну, допустим, 5 или 7 дней буду ехать, там, ну, еды, блин, берешь дней на 10, на всякий случай, то есть если вдруг там чего, поэтому... Там в реках рыбы очень много, ещет линию руками можно ловить там, или на голый крючок просто забрасываешь, там, харю все ловится, отлично прям. Как вообще люди отдаленные, да, то есть от цивилизации, добреяльные, да, то есть как они отличаются от нас? Ну, на севере очень развита, скажем, такая взаимовыручка, то есть если кто-то видит, что тебе надо помощь, вот даже без разговоров, там, не прося ни денег, ничего, то есть без проблем все всегда дадут. И ночевки, и еда, да? И ночевки, то есть, ну, вот в этих чукотских городах, там, не знаю, как ты встречаешься, с кем-то разговариваешься, ты где ночуешь? Ну, я говорю, ну, в палатке. У меня квартира, ну, в общем, можешь располагаться, я говорю, ну, блин, у меня там 2-3 дня, жри сколько надо, все, то есть вот такие вот разговоры. Или там в каких-то, не знаю, тоже населенных пунктах, там были вахтовые поселки иногда, по дороге, там, где нет ни магазинов, нельзя ничего купить. И ты к человеку просто подходишь, там, допустим, детальку какую-то для мотика просишь, там, я не знаю, скотч изоленту, и человеку, сколько бы ты денег не давал, он их вообще не возьмет, то есть там деньги мало чего решают, просто доброте душевнее. Ну, вообще, я последний, да, то есть за твоими поездками, были, по-моему, поломки, да, то есть там, то ли аккумулятор, то ли еще что-то. Как вообще вдавалось в пути таком, да, то есть где-то что-то находить и чинить? Поломок, на самом деле, было там буквально раз-два и обчелся, и, скажем, это не сам мотик ломался, а какие-то такие, ну, аккумулятор, то есть это вроде не мотик сломался. Да, у меня был крутой аккумулятор, я перед выездом купил, там, этот литий-ионный, он легкий, крутой, и, короче, когда у меня мотик по рекам там топился, несколько раз вода попала в аккумулятор, он замкнул, все, зарядку не держал. И это было в самом северном городе России, в Пивеке. Город, он, как бы, ну, чисто так условно, там 4-5 тысяч населения, то есть, я не знаю, у нас там деревни некоторые больше. И в этом городе, допустим, найти аккумулятор, это проблема, я два дня искал, потом там в каком-то центральном магазине я заходил, что-то уже так искал, захожу, смотрю, минчик стоит. Ну, такой старый этот наш, как советский, только он уже был с электростартером, там C20, по-моему, называется, и я такой, оба-на, я, походу, понял, где мне аккумулятор достать. Разговаривал с администрацией магазина, короче, вот прям с этого единственного минчика демонстрационного, мы сняли аккумулятор, мы сняли аккумулятор, впихнули в мотик, а так-то с запчастями там туго, то есть, у меня было, надо было один раз нештатно масло поменять, и я там масло, допустим, именно мот и не смог найти. То есть, был выбор там, или лиц какой-нибудь софтошный. Ну, и можно что-нибудь пожелать также мотоциклистам, да, то есть, которые тоже хочут немножко отправиться в путь и увидеть что-то интересное у нас на Земле. Мотоциклистам, не бойтесь путешествовать, допустим, путешествия по России занимают очень мало денег. В России, вот если вы поедете куда-нибудь на восток, особенно за Уралом, есть безумное количество красивых мест и очень много классных мест, домиков, которые называются байкпосты, где вас всегда примут, дадут переночевать, вы примете душ, встретитесь с другими путешественниками, все это абсолютно бесплатно, байкпосты. Поэтому просто не бойтесь ездить. Дорога все подскажет, поможет. А зачем ты поехал? Ты хотел себе что-то доказать? Людям? Ты хотел войти в историю? Что тебя мотивировало на то, чтобы ты это сделал? Я очень плохой турист. Я не умею как-то ездить, посматривать, я не знаю, достопримечательности. Мне надо какую-то максимально далекую точку выбирать и ехать. Я хорошо умею ехать куда-то к точке. То есть умею плохо ответвляться, заехать куда-то, чего-то посмотреть. Мне надо какая-то точка. Ну и поэтому, когда готовился к этому путешествию, хотелось сделать что-то крутое. Просто вот искал какие-то варианты, вот что может кто-то не делал до меня. Ну вот, короче, хотелось сделать что-то классное. Какой у тебя мотоцикл? Suzuki DR-650. Свежая модель 2017 года. С 90-х годов без изменений. Простой, как топор. Ты нашел спонсоров? Ребята очень помогли в плане экипировки. А так все за свои деньги. Это главный вопрос и проблема обычно у начинающих путешественников, естественно, за какой счет ехать. И очень многие люди, вот как раз можешь этот миф развеять, начинают думать, что о, сейчас я предложу какую-то крутую идею и побегут к нам спонсоры. Ну, для того, чтобы были спонсоры, вы явно должны быть очень крутым чуваком. Тогда, безусловно, да, если вы простой начинающий путешественник, то лучше рассчитывать на свои силы. На самом деле, путешествие немного стоит. Вот, допустим, полгода моего путешествия обошлись в тысячу пять долларов мне. Это 30? 30 тысяч километров. Это с кораблем через океан, то, что я переплывал, то есть со всеми доставками, со всеми расходниками на мото. Ну, можно-то поближе скататься. Банально, классно по Беларуси поездить, куда-нибудь. Тругосветку по Беларуси сделать, вокруг Беларуси объехать. 200 долларов, я не знаю, там, взял недельку отпуска, все. Эмоции будет куча, виды красивые. Ну, в общем, все здорово. Можно в Россию куда-нибудь недалеко сгонять. Тот же самый Кавказ, там, ехать две тысячи километров. Очень классно меняется. Какая была самая экстремальная ситуация, что у тебя получилось? Я так понял, животные, когда встреча с медведями, это уже просто потом привыкаешь. Ну, лично вот у меня, по моему опыту, ночь для меня это самая хреновая пора времени. Потому что, когда ты один в палатке, это, конечно, жопа. Потому что у меня были опыты, когда меня грабили, и вот что у тебя? Нет, все-таки медведи ко мне не приходили. Самые стремные моменты были при переправе мотоцикла через реки. На Чукотке очень быстрые реки, горные, широкие, с быстрым течением. И переправлять через них мотоцикл очень сложно. Несколько раз я чуть не утопил мотоцикл, ну и просто плыл Богом, молился, чтобы все нормально закончилось. ДР-ка не подвела, да? Ни разу. Вот прямо. А почему 650, а не 400-ка? Больше межсервисный интервал, 650-ка намного менее технологичная. Простой, вот как топор, вообще ничего нет. Двигатель, колеса, все, подвески, ничего нет. Карбюратор, хавык, любой бензин, никакой электроники. Максимально просто все на коленке. Встречал ли ты агрессию от людей? На самом деле нет. От людей нет. Как тебя можно найти и увидеть твое путешествие? Инстаграм, контакт, байпост. Снимал ли ты какие-то ролики? Да, много видеоматериал отснято. Буду стараться сделать что-то интересное. Ты тебя байкером или мотоциклистом? Байкером никогда себя не считал, хоть у меня вся жизнь связана с мотиком, но всегда называл себя мотоциклистом. Ты кто такой тогда байкер? Человек с грязными волосами. Хочешь такую майку? Подпишись на наш инстаграм, поставь лайк и хэштег motoplanet. Ссылка будет внизу в описании. Пока!